Всем привет! В сегодняшнем видео речь пойдет о постройке моего второго станка с числовым программным управлением. На дворе уже 2022 год и тащить в свою мастерскую старые советские станки или даже новые китайские для меня лично кажется бесполезным и невыгодным занятием. Ведь при сегодняшней доступности комплектующих можно самому собрать станок с более-менее нормальными характеристиками. Я считаю, что в мастерской должно быть как минимум два станка. Один с большим полем обработки для мягких материалов, таких как дерево и различные пластики, и один маленький, но жесткий и точный для обработки металлов. Первый большой станок я уже собрал и теперь мне предстояло с его помощью собрать второй. По компоновке станок задумывался как вертикально-фрезерный станок, типа такого. С четвертой поворотной осью, а может даже и с пятой, но для начала нужно было сделать трехосный, а там видно будет. По сути, сам станок будет состоять из трех больших деталей, которые я в дальнейшем буду называть по названию осей X, Y и Z. В моих условиях самым простым и дешевым решением для изготовления массивных деталей станка оказался железобетон. В советские времена бетон предлагали использовать для стадий станков, ведь у него отличные виброгасящие характеристики, а коэффициент температурного расширения близок к таковому у стали, а значит стальные закладные детали будут себя хорошо чувствовать внутри бетона. Все, что нужно, это сделать сорной каркас и опалубку, и можно изготовить деталь любой конфигурации и размера с точностью в пару миллиметров. Бетон замешивал по рецептуре для марки M500. В такой заливке главное не добавлять много воды, так как лишняя вода, со временем испаряясь из бетона, оставляет после себя микрополости, которые отрицательно влияют на прочность бетона. Смесь получилась очень густая, и без вибратора не хотела растекаться по форме. Вот такие три детали у меня в итоге получились. Общая масса где-то в районе 150 килограмм. Вообще цикл набора прочности для бетона составляет 28 дней, но я оставил свои заливки на полгода. Спустя полгода разместил свои отливки на большом станке. Но перед тем, как фрезеровать места под направляющие, нужно увеличить точность станка. Для этого выравниваю направляющие по станочной линейке. В итоге рельсовое направляющее второго станка можно будет крепить практически сразу после фрезеровки. Начинаем с оси Y. Фрезеруем места под рельсы и опоры винтов. Сверлим отверстия для крепления. Дальше рассверливаем их до нужного диаметра и нарезаем резьбу. Прикручиваем и выравниваем рельсы. Так как китайцы прислали мне безфланцевые каретки, то придется самостоятельно изготовить фланцы. Фрезерую по контуру, выравниваю плоскость и сверлю отверстия. Прикрутил фланцы к кареткам. Фрезеровать верхнюю часть фланцев решил прямо на линейных направляющих. Таким образом у меня будет ровная плоскость. Следующим этапом нужно изготовить переходную плиту. К нижней части плиты будут крепиться каретки и гайка ШВП оси Y, а сверху оси X. Сначала фрезерую нижнюю часть плиты. Прикручиваю каретки и гайку ШВП. И теперь можно собрать ось Y. Изготовление оси X показывать смысла нет. Там те же операции. В конце фрезеруем верх переходной плиты и можем установить ось X на свое место. Теперь нужно обработать ту часть рабочего стола, которую я впоследствии не смогу обработать на самом станке. Делаем крепление для шаговых двигателей. Двигатели для привода осей выбрал с фланцем типа NEMA23 с энкодерами и крутящим моментом 4 ньютон на метр. Встроенные в двигатели энкодеры обеспечивают отслеживание и удержание позиции, а также большую скорость перемещения и высокое ускорение станка. Из трубы 60х60 сварил стол, установил его в углу мастерской, из старого листа профнастила сделал поддон. Системы подачи СОЖ я не планировал, а сметать стружку вдоль волн профнастила мне показалось хорошим решением. Теперь осталось обработать ось Z. Технология уже отработана, поэтому особых проблем у меня не возникло. По сути, ось Z держится на трех шпильках M20. Скорее всего, это решение не добавит жесткости станку, зато подкручивая гайки с разных сторон, можно легко выставить геометрию станка. Впоследствии, я пробовал давить в разные места станин и замерял изгиб индикатором. И оказалось, такое решение вполне нормально работает. Осталось изготовить крепление для шпинделя. Ось шпинделя, в моем случае, должна находиться посередине оси Y. Для этого нужно изготовить такой себе стальной кубик. Главная задача здесь сделать две параллельные грани. Вообще, при изготовлении станка я старался фрезеровать только те плоскости, которые нужны для сопряжения деталей. Так как фрезеровать сталь на станке с приводами на зубчатой рейке и предназначенном для обработки дерева не очень правильно. Хотя какой-то большой вибрации при фрезеровке не наблюдалось, но при обработке плоскости работает только самый кончик фрезы. И когда он затупляется, приходится выбрасывать фрезу, у которой 95% режущих граней даже не использовались. Теперь можно установить крепление и шпиндель на место и выставить перпендикулярность по всем осям, а также перпендикулярность оси шпинделя к рабочему столу. Шпиндель я решил использовать такой же, как и на первом станке. 2,2 кВт 24000 оборотов воздушного охлаждения. Хотя бытует мнение, что ниже 6000 оборотов запускать такой шпиндель нельзя, так как будет перегреваться двигатель, но я его запускал даже на 3500 оборотов и спустя час работы заметного нагрева не происходило. Конечно, для обработки стали на низких оборотах у него недостаточно крутящего момента, но для более мягких металлов и высоких скоростей резания он вполне подходит. Пришло время пустить первую стружку. Фрезеруем поверхность стола. Решил проверить прямолинейность, все в пределах сотки. Для крепления деталей на столе насверлил отверстия и нарезал в них резьбу М8. В неиспользуемые при креплении заготовки отверстия вкручены гужоны, так отверстия не забиваются стружкой. Закончить видео можно было бы скоростной фрезеровкой алюминия, чтобы стружка летела во все стороны на полэкрана, как в показательных роликах промышленности станков. Но для этого еще нужно сделать систему обдува зоны резания. Этим я займусь в следующем видео. А сейчас подведем итоги. Так как у меня уже был опыт постройки подобного станка, то больших проблем в процессе изготовления у меня не возникло. То есть я точно знал, что у меня все будет работать. Неизвестно было только насколько жесткой будет такая конструкция станины, но по итогу все получилось примерно так, как я и рассчитывал. Теперь примерно о стоимости постройки. Бетонная станина мне обошлась в 30 долларов. Направляющая с винтами ШВП 300. Три шаговых двигателя 300 долларов. Плата управления, индуктивные датчики и блоки питания 150 долларов. Шпиндель плюс инвентор 400. Итого вместе получилось 1180 долларов. Ну плюс моя работа. На выходе я получил вполне нормальный станок и хороший опыт конструирования. В одном из следующих видео буду делать четвертую ось для этого станка, которую попробую совместить еще и с токарной. Так что рекомендую подписаться на канал, чтобы не пропустить. Всем пока.